Всем доброе утро! С вами Александр Тугалуков. Сегодня я хочу вам рассказать одну историю, связанную с тем, что делать, если у вас валютный кредит. Я вижу в этом три варианта, как адвокат. Вижу три варианта развития событий. Первый вариант. Без денег. Если денег нет, вы из семьи пытаетесь вынести последние деньги. Платить кредит не имеет никакого смысла, если ваш платеж не покрывает хотя бы частично тело кредита. А у вас денег хватает только на оплату процентов. Поэтому в этом случае платить кредит не имеет никакого смысла. Оставляйте его и ждите пока, вернее не ждите, а сосредоточьте свое внимание на том, чтобы заработать эти деньги. И в будущем все равно рассчитаться погасить его. Первый вариант. Вариант номер два. Вариант номер два это, ну понятно, если у вас есть деньги, то вы просто платите, несмотря ни на что. Потому что возвращать долги обязательно надо. Вариант номер три. У вас есть определенная сумма. Допустим, вы взяли 100 тысяч долларов на покупку квартиры. Квартира обесценилась и сейчас стоит 40 тысяч долларов. Поэтому банку выгодно получить хоть какие-то деньги. Поэтому в этом случае вам нужно перестать платить. Перейти в разряд проблемных заемщиков. И дальше большая вероятность того, что вы процентов за 70, 60, 70-80 процентов от стоимости залогового имущества от этой квартиры. От 40 тысяч. Закроете, спишите весь кредит. Как это делать, в принципе, схема не очень сложная. Через выкуп вашего долга факторинговой компанией. Такие вот три способа, как, что делать, если у вас есть валютный кредит. Так что не отчаивайтесь. Из любой ситуации есть всегда несколько выходов. Всем пока.